Приветствую, друзья! Работное время. Содовый раствор для голубей. Сейчас выпустим. Немножко на солнышко выйдут. Куда пропал? Куда и не пропал здесь? Немножко занят. Работа не работа. Давай, 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 красавцы, выходите. Ай, красавчики. Давай, давай, на выход. Пусть выйдут. Солнце, правда, вот. Немножко затягивает и солнце. Но все равно пусть выходят. Красавчики. Ай, красавчики. Давай, давай, еще не все вышли. Пошли сразу купаться. Купание, это как индикатор. Здоровые или нездоровые. Что там еще? Давай, давай. А вы что здесь? На выход. На выход. На выход. Малышня. Давай, давай. Давай. Ты тоже. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. вот эти красавчики племенные оттуда скупались уже, из-за них я не показываю вот уже перекинул малыша по зеленым пальцам это вот, вчера вечером перекинул, там купаются, друзья, там вот пишут сейчас как раз такое время и в комментариях, и на вебсап, я уже устал отвечать вот у голубя вот такие проблемы, вот такие проблемы, такие проблемы, просто вот хочу сказать, я не вертилинар, друзья я комплексно, все что я делаю, делаю и вижу, все это хорошо для голубей сейчас же перепады вот пошли, у нас тоже уже ночами попрохладнее стало, особенно если дождь пойдет, влажность, сырость это очень нехорошо для голубей и вот я хочу сказать, я не врач, друзья что я даю, вот спрашивают, вот все время сто раз повторять все время спрашивают, что ты делаешь вот я делюсь, что я делаю, вот делюсь, есть вот люди, которые пользуются этим, им нравится что я даю им, например, вот по воде, они у меня простую воду вообще не пьют вообще, если так вот, только если в дождь не попадут, там, во двор, там, если после полетов, там, или только тогда, а так они у меня только содовый раствор пьют, вообще не пьют там, некоторые пишут ролики, там, ну я смотрел, увидел, там, не хочу говорить, кто ролики выставляет, там, содовый раствор, там, обостряется сальня, сальмонеллез, там, все такое, и прочее все это чушь у меня голуби есть уже, там, лет пять, на протяжении пяти лет они только содовый раствор вот пьют и все четко были бы проблемы, вот этих бы пескунов бы если бы сальма не было бы у меня да, может, скажут, а ты не даешь им содовый раствор не даешь, ты вот обманываешь вот так но это уже хотите, верьте, хотите, нет, это ваши проблемы ветер, ветер горгается вот содовый раствор даю потом, что еще каждые три дня вечером, вот, специи, там, имбирь, чеснок, все это, вот, с кормами мешаю зерносмесью и даю каждые три дня это круглый год чеснок, там, имбирь, куркума в неделю два раза даю яблоко и морковку вместе натираю поначалу, конечно, у кого-то могут не есть а потом они можно зерносмесью мешать вот они зерносмесью уплетают а потом в чистую будете кидать, они будут бегать привыкают там витамин А, там много чего полезного плюс зерновые смеси зерновые смеси, вот, когда я мешаю им добавляю там всякие фракции я обрабатываю перекисью обрабатываю перекисью что еще обкуриваю дымом ладана голубят пару недель две недели раз обкуриваю дымом ладана медикаментами вообще не пользуюсь это знаете могут сказать да ты обманываешь там еще что-то ну это хотят верят хотят нет я вообще не пользуюсь могут сказать что у тебя голубей мало было и такое что они у тебя здоровые друзья я и держал и 10 и 15 голубей и когда-то знаете как болели это и вертячка и не вертячка кстати сейчас много ребят пишут вертячка и вот заболевают голуби плюс друзья и безопасность тоже прежде всего не надо таскать кучу голубя отовсюду не надо таскать если есть костяк костяк хорошая птица есть работаете только в исключительных только тогда для крови если что-то обновить а так есть я не знаю я не хочу никого обижать ненасытно все время таскают 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 каждый там где-то если есть рынок каждую субботу не знаю если субботу воскресенье идут и таскают и таскают а что вы хотите потом микрофлора в разных голубятнях они могут быть здоровые в одной голубятне и во второй могут но 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 микрофлоры разные у одного иммунитет от одного в одной голубяти от одной там от нескольких болезней а во второй другой а у той и нету иммунитета вот когда еще говорят надо карантин там месяц подержать да это все извините за выражение это все фигня хоть месяц хоть два держите все равно микрофлора другая это мое мнение лично я не навязываю это уже на риск так что не надо не надо это тем таскать постоянно если есть голуби занимайтесь ими зачем таскать потом видите голубятня например да вот надо так сделать чтобы туда хотя бы воробьи ничего никакие живности не заходили да мыши по-любому там могут откуда-то войти там еще что-то ну хотя бы что-то крысы там покрупнее плюс вот эти воробьи бывают даже вот в щели смотришь там у людей там конкретные голубятни даже голуби дикие залетают пьют с одной поилки плюс содовой воды в чем содовая вода это например если один больной голубь выпил второй за ним выпить он не заболеет не распространяется болезнь по этой воде потому что она шелочная плюс говорят что надо это поить кислым кислым если поить ну поверьте сейчас подумайте умничаю еще что-то когда уксусной кислотой ну яблочный вернее уксус уксусом поят если обратите внимание если почитаете в интернете ой там все что угодно можно найти все вот эти статьи зерновые то что мы даем это все кислая среда кислая среда и еще дополнительно пропаивать уксусом еще дополнительно пропаивать уксусом ну это друзья вот мои головы вот я уже сколько лет показываю даже минералкой не пользуюсь да я у меня есть выход я вот в неделю если пару раз выпускаю камушки плюс этот сейчас покажу вот сейчас покажу вот вот такая вот не знаю фокус не ловит с камерой вот такая известняковая крупка она идет как для перетирания камушки там и как кальций их поставил все забыл что чтобы уже истечь этот момент что не хватает кальция они клюют и все четко вот друзья полы голубятни вот содовый раствор вот полы посмотрите сухие некоторые говорят поят содой я не знаю как они там поят и говорят мокрым идут еще что-то у меня у меня и в племенной и тут только содовый раствор конечно это надо и дозу и дозу правильную ее можно навредить надо очень внимательно за дозой друзья вот не ленюсь делаю я не говорю чтобы каждый так делал ну на протяжении уже скольких лет да я много чего прошел там через эти годы ну я пришел к этому то что я перечислил по моей практике это вообще классно делал я и чесночную воду с имбирем с луком все равно не то да неплохо но все равно не то не понравилось стандарт вот поймал делаю плюс конечно и в голубятни климат в голубятни должно быть сухо не выше 70 процентов влажности потому что друзья мы можем набрать птицу ценную да никто ни от чего не застрахован всякое бывает но хотя бы вот ну стараться делать чтобы не потерять птицу всякое бывает но берем собираем птицу хорошая птица все а потом оп и все или оп пескуна подарили там акинь там под своих пусть выкормят и вот ради этого одного пескуна больше пол голубя не ложится зачем я просто не понимаю если есть голуби хорошие голуби кому что нравится на вкус и цвет товарища нет как говорится кто что держит кто что кому что нравится и еще раз повторюсь я присылаю ткал голубей да я понимаю вижу но я не могу по калу голубей определить я ж не ветеринар я не могу я определить как что примерно да на вид понимаю все что может быть да какой-то опыт же есть сальма там кокцидиоз признаки там трихомоноз оспа да это все примерно что-то понимаю но я не ветеринар а если хотите чтоб досконально вот например я не мог понять вот у меня было 3-4 года тому назад вот кокцидиоз я же и зимой песку наоберу и зимой вот например с октября месяца с октября по июнь месяц я одного или вот с этой толпой голубей взял одного или двух по моему или трех пескунов я взял всего лишь они растут 10-12 дней и все сохнут и сохнут я не мог понять что это ну да кокцидиоз там вот это все но что это потому что трихомоноз и кокцидиоз они примерно одинаковые пришлось вот тушку отдать сделали анализ сказали кокцидиоз и уже я понял что делать как делать ну медикаментами не пользуюсь плюс да я еще забыл травы я им даю травы вот там орогана шалфей полынь горькая ну с полынью горькой надо немножко аккуратнее тимьян вот в зимнее время в зимнее время там на одну голову у голубя пару раз в неделю по одной капле в зерносмесь например 10 голубей 10 капель да вот чтоб передоза не было с маслами тоже надо быть аккуратным тоже вот даю в зимнее время вот а сейчас просто вот насыпал например даже вот просто всыпучий виден они налетают как-нибудь покажу они налетают прямо вот в таком виде и кушают сейчас кто-то скажет да ты их голодными держишь друзья говорят голод не должен быть сытый здоровый голод он не должен быть сыт он не должен быть он должен быть полуголодный если будет сыт он будет напыженный сидеть надо очень внимательно вот каждое утро встаю вот каждое утро убираюсь каждое утро убираюсь каждый день я воду меняю каждый день свежую делаю от содового раствора каждому я вот так стою в фейс смотрю в лицо да имею ввиду каждому а кто-то скажет да у меня там пятьсот штук тысяча штук ну надо держать столько чтобы держать достойно это это мое мнение это мое мнение а там кто как хочет а там кто как хочет каждый держит как хочет никто не в праве никому ничего я просто показываю лишь что я делаю для своих голубей чтобы для их здоровья ну вот искупались сколько сколько вы смотрите этой перхоти красавчик 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 просто да с территориями немножко не повезло насчет гона вот некоторым ребятам отсылал гоняют вообще классно хищника практически нет а здесь у меня круглый год бьет ну я не отмазываюсь ничего прорвемся все будет хорошо тише едем дальше будем погоняем покажем еще мастер класс у меня немножко и птица там пишут в комментариях ребята говорят звонят у тебя поменялось немножко птица были были перки раньше да птица поменялась птица поменялась но перки тоже есть вот он красавчик перки тоже есть вот перочка ну вот эти белые они мне тоже нравятся они каждый по-своему но эти белые они быстро быстро очень высоту набирают лед набирают с перками немножко дольше надо работать а эти белые они а эти белые они красавчики молодежь сейчас пусть еще покупаются и загоним их солнце вот выпускать всегда вот хорошо витамин D вот ветер чувствует ветер и дергается вот ветер ветерок у нас немножко это не чувствует ветер а так друзья каждый держите держите кормите я никому ничего не указываю там может кто-то сейчас там меня немножко покритикует там вот он там вот так говорит вот так говорит делайте как хотите просто я знаю одно если человек что-то говорит там не только языком надо показать показать что-то хотя бы показать а то смотришь там иногда вот ролики смотришь вот он там рассказывает вот так сделайте вот так у голубей будет все четко вот так а там смотришь голубей в таком состоянии плакать аж хочется ну наверное людям там ну не буду ладно вот это две одногнёздки две одногнёздки вот это самец вот это голубочка вот они брат с сестрой споровались вот они брат с сестрой споровались ну это распоруется это пока здесь ну да корпуса у них красивые корпуса у них красивые ну ладно сейчас пусть немножко подсохнут искупались загоним а так друзья кто как хочет так и делает подождём поскупаются и загоним говорю высохнут поскупаются загоним ну давай 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 Ну всё, друзья, как-то так, вот он, брат с сестрой. А удачи всем, всем пока, всем здоровые птички, всем хорошие птички, кто любит, главное, чтобы вам нравились. Всем благ, друзья. Вот что лучше бывает, отдыхаешь, вот так и колокольчик. Всех благ, пока-пока.